Я хочу поднять интересный вопрос. В принципе, обсуждавшись довольно долго в XX веке философией, поднятый где-то изначально Берксоном, потом Латхид развивал, то, что называется событийная антология. Событийная антология против вещевой антологии, вещной антологии, так можно сказать. То есть, в принципе, у нас в голове, у большинства населения, у большинства ученых, у большинства философов существует вечная антология. То есть, мы представляем мир как набор вещей, и когда занимаемся рассмотрением либо развития мира назад, либо вперед, мы все ориентируемся на появление новых вещей, на пропадание вещей, все формулируем в вечных терминах. И рассматривая структуру мира, мы его рассматриваем как матрешечную иерархию. Есть некая вещь, она состоит из более мелких вещей, потом еще из более мелких вещей. Организм состоит из молекул, молекулы состоят из атомов, атом из измельтарных частиц. Ну, на этом месте прерывается, но как бы подразумевается, что там что-то из чего-то еще может состоять. И есть, да, и в этой антологии понятие события присутствует как отношение вещей. То есть, либо с вещью что-то происходит, либо вещи взаимодействуют, и мы наблюдаем некое событие. Это как, и используем события как описание вещей. И, в принципе, даже вечная антология заключается в том, что мы описываем вещь как данную в некий момент времени, приписывая ей вот в этом состоянии, в этот момент, в это событие, некое множество предикатов. И этим определяем, то есть, в принципе, весь мир мы стремимся описать как набор вещей с некими предикатами. Вопрос более, впервые, вот так, более четко о несостоятельности вещной антологии поставил Уадхед в начале 20 века. И вот, в кратком цитате ее природы, есть структура разворачивающихся процессов. Реальность есть процесс. Тоже говорил Бергсон, и, в принципе, логика взгляда на мир Виндштейна тоже является событийной, а не вечной. То есть, если возьмем начало трактата, то мы прочитаем. Мир – целокупность фактов, а не предметов. Превосходящий факт – существование событий. Но сам Виндштейн, хотя он проводил событийную антологию, он не затрагивал нижнюю антологию, уровень вещей. То есть, он рассматривал все равно, что мы должны описывать вещи через события. События включаются в нашу деятельность, они важны. Вещи включаются в нашу деятельность и важны только через некоторые события. Но сами вещи не трогались, оставались. И первый человек, который в философии затронул саму структуру вещи с точки зрения событийной антологии, это был Рассел, который, я бы так сказал, проанализировал физику существующую, квантовую механику, и сказал, что мир – это поток событий. Нет никаких вещей, есть только события. И если мы действительно начнем рассматривать все вещи, начиная, скажем, ну вот возьмем организм биологический, можно описать как через структуру молекул, а можно описать через события, которые происходят на каком-то длительном промежутке времени, даже не затрагивая структуру. Сами молекулы можно описать как события, происходящие в взаимодействии атомов. Атомы можно описать как события, происходящие в взаимодействии элементарных частиц. И сами элементарные частицы тоже можно описать как события. То есть можно свести, по идее Рассела, можно свести весь мир как некий единый процесс, состоящий из неодновременных событий. То есть вот некая цепочка событий. И только мы формируем из этих событий вещи. Какая антология лучше, хуже? Ну с точки зрения начала, то есть всегда предъявляют претензии к событийной антологии, что события всегда с чем-то связаны. То есть есть какая-то вещь, с которой должно что-то произойти. Как можно отделить события от вещи? Ну то же самое можно сказать и про вещную антологию. Что вот та элементарная вещь, мы тоже задаемся вопросом, из чего она состоит. Мы тоже останавливаем. Мы не можем сказать, из чего она состоит. То есть по сути, даже если говорить, что эта вещь появилась, то само появление события, оно предшествует вещи. И в событийной антологии вот тоже можно как бы остановиться на этом нижнем уровне и не обсуждать, а с чем это происходит. Ну скажем, можно говорить о физическом вакууме, о фриктуации вакууме. Можно говорить, образ привести Киана Солярис, что тоже вот что-то, волны какие-то, и эти события. То есть с чем происходит, оставить за скобками. Более того, что если мы возьмем понимание, что сам субъект, который наблюдает события, находится в этом же событийном потоке, является фрагментом этих событий, то на чем эти события реализованы, без разницы. Ну, скажем, примеры с информацией. То есть есть получатель информации, источник информации, и сам носитель информации не имеет значения. То есть на чем реализована передача информации. Либо мы возьмем экран монитора и представим, что вот у нас здесь субъект на мониторе, и вещь какая-то, с которой он взаимодействует. Нам без разницы, это электромагнитный монитор, или жидкокристаллический, или какой угодно. Тем более нам без разницы, на каком материале сделан компьютер, на лампах, на транзисторах. То есть если субъект и вещь являются множеством событий, то нам тогда без разницы, на чем они реализованы. То есть этот вопрос как бы, ну, можно оставить за скобками. И Рассел свою идею так и не развил дальше. Он констатировал, но как таковой антологии не построил. Этим стал заниматься физик на Украине, Заславский. И он действительно предложил идею представления мира как потока неодновременных событий и выделения... То есть вот есть поток неодновременных событий, и какие-то вещи, они есть вот в множествах этих событий. И если мы выделим здесь какого-то субъекта, который тоже есть поток событий, и тогда мы имеем возможность говорить, что внутри субъекта, вот его вот сейчас, есть некие вещи, тоже состоящие из потока событий, которые он должен развлечать. И таким образом он как бы трансформирует вот этот фрагмент вот сюда, в свое сейчас помещает, и вот это развлечение вещей внутри себя, внутри субъекта, он констатирует как размещение в пространстве. То есть пространство является вторичным событийной антологией, и пространство, это множество событий, которые включены внутри субъекта, по размещению в этом потоке событий, и субъект внутри себя, внутри своего сейчас, развлечает их в пространстве. Есть еще один интересный момент, связанный с событий и металлогией. Александр, извини. Получается, что вещь – это элемент события. Нет, вещь – это множество событий. Нет, это я понял. Я имею в виду, что если мы берем одно событие, то мы должны как-то описать ряд событий. Из ряда событий мы берем одно и должны вописать это. И вещь, получается, это элемент события, удобное для рисования события. Что такое вещь? Вещь – множество событий. В событийной антологии – это множество событий. Ну как? Ну вот эта комната – это вещь. Комната – это вещь. Есть все что угодно. Стол, множество событий. Почему мы воспринимаем как нечто данное нам стол? Потому что в нашей событийности, субъектной событийности, то есть, вот скажем, наша субъектная событийность занимает вот такой промежуток на потоке событий. И те множество событий, которые вмещаются в наше сейчас, в наше субъектное, мы их воспринимаем как вещи, которые данные нам в пространстве. Но все же вещи. Нет, вещи. Вот две вещи. Раз есть, два вещи. Про комнату я могу сказать, да, это вещь. Но я в этой комнате выделяю стол, она тоже вещь. Тоже вещь. Вот почему я стол называю вещью? Это просто удобный описательный прием, да? Ну, да, нет, можно какого-то называть. То есть, в данном случае, вещь – это в кавычках. То есть, это не философский термин, а противопоставление вещи и событию. Можно сказать, это пространственный объект, можно сказать, феномен. То есть, в данном случае, я не говорю, что комната – не вещь, а стол – вещь. Это все вещи, пространственные вещи. Еще больше вопрос есть. А как субстанциальность это быть? Вообще говоря… Субстанция – это и есть поток событий. Так вот, проблема-то и состоит в том, что вообще-то до сих пор, как бы, в классической классофии считают, что времени как бы нет. Что время – это как бы эпифеномен. Понимаете? Что, как бы, ну, это возводится к Богу, конечно, который в ее времени находится и прочее. И поэтому говорится о вещах, да? Потому что правильная реальность, она как бы вне времени находится. А время вносим мы, например, вроде сикар. Вот как мы только вносим время, у нас появляются вещи, и у нас появляются идеи. Нет. По-моему, по-другому поставлен вопрос, и именно к этому я и хотел перейти. Вот если мы фиксируем мгновение, мы можем же зафиксировать мгновение. Да, зафиксировали. Вот, да, вот события. Ну, что мы, будем ли, события? Ну, что толку-то в этом? В этом событии, тем не менее, мы выделяем вещи. Да. Хорошо, я поясняю. Вот мы взяли... Или феномены, или еще как фифи. Обычно говорят не о феномене, а о феноменах. Ну, это не без разницы. Обещал. Обещал. Так я говорю... Александр, это без разницы. Фиксируем события. Фиксируем события. Фиксируем события, некоторое событие в биологической клетке. Фиксируем некое событие на экране монитора. Фиксируем, да? А после этого рассматриваем это событие на уровне химическом. И мы получаем, что это событие составлено из целого ряда других событий. Мы получаем, что некая феноменальная картинка на экране монитора, данная нам мгновенно в ощущении субъекту-человеку, на уровне программы высшего уровня, состоит из сотен тысяч событий. Нет, то есть вы ее еще и считаете... Подожди, вот событие мы зафиксировали, мы мгновение остановили. Так вот, внутри этого... Наша, наша... Застывшая картинка монитора. Да, так вот, внутри нашего застывшего картинка, внутри нашего мира, который вот мы сейчас застыли, относительно нас, то есть мгновение никогда не является мгновенным. Так вот, я и говорю, что... Подожди, у нас есть, извини, пожалуйста, никаких атомов у нас нет. У нас есть картинка монитора, застывшая. А то, что мы там про тонкую структуру экрана, про атомы... Нет, 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 Александр, вы не прослушали, Александр. Не про тонкую структуру атомов. Да. Вот мы сейчас находимся здесь, и говорим, вот мгновение остановили, да? То есть в этом мгновении, в котором вот каждый я могу остановить, я вижу всю эту комнату, я вижу всех вас. И я задаю вопрос, а оно по-настоящему, по-самому по себе вот мгновенно или нет? И, скажем, если я возьму другой уровень субъекта, то есть я не про экран говорю, когда я говорю, что вот мгновенная картинка на экране монитора, на уровне программы высшего уровня, она занимает огромное количество времени, огромное количество событий, то есть в одном событии экранном содержатся тысячи событий программы высшего уровня. Мы берем одно мгновение программы высшего уровня, одну операцию. Оно содержит тысячи и тысячи событий выполнения программного кода процессором. Один, одно событие на одном уровне процессора, одно сложение, одно мгновенное, оно занимает миллионы событий на физическом уровне. — Нет, вы все правильно говорите. Вы хотите просто сказать, что нельзя зафиксировать мгновение. — Нет, его можно зафиксировать. — Нет, его можно зафиксировать, и нужно. Но просто эта фиксация производит полетенцы субъекта. — Нет абсолютного мгновения. — Ну вот в этом и разговор состоит. — Дело в том, что... — Классический философий считает, что есть точка на... — Вот, событийная. — Событийная точка есть. А вы говорите, что такой событийной точки нет, потому что она всегда провезнута, отрезан. — Нет, нет, нет. — Фактически это опоре Зенона, который выложил. — Нет, 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 нет. — Булак, совершенно никак не касается. — Это точно, точно. — Вы воспроизводите опору Зенона. — Никак абсолютно ни к этому не видит, никакого значения. — А давайте предположим, что точка во времени есть. Вот та самая абсолютная точка, которая уже дальше не делится на события. — Хорошо, я сейчас поясняю. — Нет, мы это сделаем для... Знаете ли, что? Только для мысленного эксперимента. Пускай будет такая точка, когда все пространство, все эти вещи никуда не денутся, и уже нельзя будет внутрь уходить и уходить в события. Тогда абсолютное пространство... — Вот если мы возьмем кристалл, да? Вот он нам дам как вещь. — Мгновенно. — Но он нам дам мгновенно как вещь только на определенном масштабе времени. — Если мы уменьшим масштаб времени, рассмотрим атомарные взаимодействия, он у нас будет уже как цепочка событий. — Он будет уже как цепочка событий. — Его субстанциальность никуда не денется. — Денется. — Нет, но мы же говорим о феноменах. — Мы же о феноменах говорим. Мы воспринимаем кристалл как феномен. Мы воспринимаем, Александр, объект денется, а как субстанция никуда не денется. Все остальное, то, что вы говорите, это можно обсуждать, но это уже относится к определенной картине мира, к определенной теории. А давайте объясним, что такое кристалл. Откуда он взялся и почему. А тут появляются кристаллические атомы, кристаллические шокеры. Нет, вы не понимаете, я скажу одну фразу. Феномен дан конкретному субъекту. Вот именно. Конкретному субъекту. То есть мне дам, правильно? Да, но при этом, нам как субъектам не даны в различия события, которые происходят в кристаллической решетке. Ну так они не даны вообще. Нет. Это моя умозрительная картинка мира. Да я не об этом говорю. Мне дан феномен кристалла и все. А другому субъекту дано другое? Почему? Вот я уверен, что Игорь тоже дан кристалл как феномен. Давайте как бы было. Знаете, что правильно? Правильно состоит в том, что кристаллические шокеры события, это же оно в примерной форме? Нет. События на примерной форме? Давайте я еще разочек, еще разочек поясню. Значит, вот у нас... Хотя, просто маленькое замечание. Вы пытаетесь апеллировать опять к своей теории субъектов, которые на самом деле несовершенны и имеют много... Я не апеллирую. Какие-то у вас много субъектов... Пусть она самая совершенная в мире будет теория. Неважно, это будет все равно теория. Конечно, будет теория. А финал, мне это не теория. Вот и все. А как получается? Любое событие не дано на предметной форме. Мне оказалось, что любое событие не дано на предметной форме. Как предмет, предоставь меня? Предмет предо мной. Ну, это есть событие. Ну, как по-немецки, Гегенштанд. То есть, стоящая перья. Ну, хорошо. Нет, вы утверждают, что событие не есть нечто не дано на предметной форме. А мне, знаете, что странно, что на самом деле вещи состоят из времени. Вот это мне странно. Не из времени. Ну, как, то событие это некоторые временные, как бы... Не временные. Если Бертран Рассел оперировал квантовой механики, то он оперировал не чему-то другому, я так полагаю. Он оперировал, то есть, он рассматривал, что либо можно свести это неким фликтуациям, либо к волнам. А это есть событие. То есть, он как бы говорит, что материя, материя состоит из событий. Ну, как это событие-то? Событие есть субстанциальность или только время? В данном случае, я вот привел пример, что этот вопрос действительно очень сложный. И мы сразу задаем, на чем реализованы эти события? То есть, на какой субстанции они реализованы? Это действительно очень сложный вопрос. Но этот вопрос, это на вопрос начала онтологии. И он точно так же сложен, а какая субстанцию вещи? Мы постулируем некую материю. И здесь мы просто постулируем некий поток событий. На чем они реализованы? Это имеет значение. Что? Событие реализованы на событиях. Нет, события это элемент. Элементарная ячейка, элементарные монарды. Так нет, это и странно. Мне казалось, что любое событие все равно данном предметной форме. Вот ты... Нет, в этом-то и разница. Нет, в этом-то и разница двух разных подходов. Вечная антология и событийная антология. Это условное разделение. Это уже настолько прошедший этап. Если от Платона отталкиваться, все уже понимали, что есть покой и становление. Понимаете, на чем основа нашего, субстанциальная основа, вот этого самого, о чем был разговор? Какая? Ну, понятно тоже, это развлечение. Развлечение, вот то самое развлечение, которое есть и сущность, и существование. То есть, если мы возьмем с позиции развлечение, то тогда мы должны сказать, что развлечение это и есть событие, прежде всего. Развлечение это, прежде всего, событие, чистое событие. То есть, когда мы не говорим, а что мы развлечаем, а просто как акт, вот, перевычный, это событие. Но вы опять переходите вот той самой извечной всем, в каком и дикотомии, в каком и становлении. А я говорю просто, развлечение. Понимаю, под развлечением и то, и другое. То есть и сущность, и существование Это и есть развлечение Разлечение – это то, что мы Я различаю вас, и выдам меня некую сущность But одновременно это сущность Это и существование –арт, и экзистенция моя Это и есть развлечение Одновременно Это и сущность, и существование Вот таким образом Я снимаю вот эти нехорошие вещи Приводит к такого рода представлениям о том, что якобы есть два подхода. Нет двух подходов. Ну, Александр, они есть. Подход один. Они есть. Но они серьезно никем не воспринимаются, на мой взгляд. Ну, не то, что вещи есть, просто вещи, вот и все, ничего кроме вещей, или только события, или ничего кроме событий. Нет, это то и другое, теоретика, что называется. Александр, дело-то не в том, что нет событий или нет вещей, а вопрос в том, с какой позиции мы подойдем на описание. То есть, может, это, скажем так, два способа описания. Описание через начинать с событий, или описание начинать с вещей. Если мы начинаем с вещей, тогда мы события описываем. Но эти же вещи уже додуманы до конца. Не додуманы. Что они не полны. Не то, не то. Александр, правильно так говорят, что начала нет. Они не полны. Давно у нас сказано, что нет никакого начала. Невозможно начать ни с вещей, ни с событий. Начиная с событий, мы задумываемся о субстанции, и будет непонятно, что это такое. Начиная с вещей, мы задумываемся. Ну, это тоже субстанция. Не тот, не такой способ, не полны. Нету начала. Да, да. Дополняют друг друга. И поэтому я говорю о развлечении, как и о том, и о том. В данном случае мы разговариваем об онтологии, а не о теории сознания. Так какая разница? Ну, в принципе, в принципе, где-то разницы нет, но разница есть. Всякая антология начинается с Платона. Не начинается всякая антология с Платона. Не стоит так упрощать. А почему? А какая еще антология до Платона была? Ну, по крайней мере, все к Платону не сводится. Давайте, как бы, это все-таки как-то конструктивно каким-то вопросом. На самом деле, вот, проблема с субстанцией это существенная проблема. Потому что, все-таки мы всегда говорим так, что есть субстанция, а потом уже она пространственная и временная. А не наоборот, что сначала исходятся пространственные и временные характеристики, а потом как-то друг, там, вроде, нам нужна субстанция. То есть, если есть субстанция, то эта субстанция, как она соотносится с пространством и временем? Либо она вне пространства и времени, либо она в суть пространства и времени. То есть, на самом деле, вот этот вопрос существенный. В вечной антологии мы вынуждены пространство и время постулировать сразу вместе с вещью, потому что вещь нам дана только в пространстве и во времени. В событийной антологии мы пространство не постулируем, оно появляется как способ развлечения множества событий, как способ развлечения некоторых особых множеств событий. То есть, вводится. И это Заславский вводит практически математически, показывает, что у нас пространство получается чисто математически из потока событий. Со временем в событийной антологии сложнее. С одной стороны, мы как бы подразумеваем, что это нечто временящееся. Но с другой стороны, время каждого субъекта, опять же, выстраивается относительно вещей, относительно объектов, которые он развлечает. И появляется только при выделении субъекта. То есть, нет абсолютного времени, а есть, скажем, может быть абсолютное время абсолютного субъекта, но у каждого субъекта свое время, и оно конструируется в событийной антологии как вторичное, а не как первичное, как вечная антология. В вечной антологии есть большой минус в том, что мы имеем некий предел на костной материи. Мы строим из вещи другую вещь, из вещи еще вещи, из структуры вещей. И доходя до биологического организма, мы уже понимаем, что структура из вещей и молекул, организм, не является тем организмом живым, которым мы могли бы построить. Дальше, стопор вообще, мы не можем говорить о вещах. Мы имеем дело с некими событиями, окружающими нас, которые не могут быть сведены к вещам. Мы их описываем, правда, через взаимодействие вещей. Но, в принципе, сама система событий, скажем, экономика как система событий, она не может быть описана как набор вещей. Не говоря уже о духовной, интеллектуальной деятельности. Нет, просто есть такое предложение, на самом деле, рассматривайте отдельного рода регионы мира. Да, да. Отдельным образом. Вот, вот. Есть регион мира. Это один еще недостаток вечной антологии, что она дуалистична по природе своей. И именно столкнувшись с проблемой невозможности описать дальше некоторого предела вечной антологии, она говорит, стоп, вот это вечная антология, а там другая. Две субстанции. То есть, именно причина разделения на два региона и две субстанции, дуализм мира, связан именно с вечной антологией. Такой проблемы в событийной антологии нет. Она изначально не имеет вот этого предела. Мы описываем химическое событие, химический элемент, как набор событий химических. Дальше множество химических элементов, как событийный ряд, образует биологический организм. И так дальше, дальше расширяя по набору событий. Мы представляем, что организм это набор событий, некоторый, который на химическом уровне не виден. А вот на таком уровне, когда мы рассматриваем множество событий на этом потоке, он виден как биологический организм. То же самое и с разумом, и с экономикой, и со всем. То есть преимущества, вот чисто формальные, здесь довольно явные событийного подхода. Именно отсутствие дуализма изначально. Я имел в виду не эту проблему, я имел в виду проблему, которую ставит феноменология. Она говорит о том, что надо рассматривать мир, исходя из того, как он укроет. Если мы берем неживую природу, надо как бы одна антология, живая природа другая антология. Да, и если мы зададим себе вопрос, что общего во всех этих, то мы будем говорить, что это общее событие. Но это вам так хочется. Нет, Влад, здесь есть два подхода посмотреть на мир. Можно выделить вещи, а можно выделить события. И для нас важнее события, развлечения. Да, но, насколько я понял, основное преимущество этого события подхода в том, что там пропадает дуализм. Дуализм пропадает, появляется нейтральный монизм, и решаются некоторые проблемы, которые даже невозможно сформулировать. Этот же подход тоже может быть современным и монистическим. Вот. Да, действительно, как я сказал, было необходимое пространство, время, да, и как бы вещи. И вот такую, да, субстанция плюс пространство-время. Но это совершенно необязательно, это один из возможных подходов. Возможно порождающая модель, то есть время как порождающее пространство и вещи. Некоторые физики... Вот, в событийном подходе это и есть. Именно, что время порождающее пространство и вещи порождающие. Время порождающее вещи вместе с пространством. Да, вместе с пространством. Вещь нам дана только в пространстве. Почему это событийный подход, когда порождаются, тем не менее, вещи? Из событий они порождаются, из множества событий порождаются. То есть субъект, доблюдая множество событий, не различая их как отдельные, то есть мы не различаем события взаимодействия химические, физические, мы их совокупность, целокупность воспринимаем как вещь, размещенную в пространстве. Но если мы начнем раскладывать... Я не понимаю, вот суть это, эмоционально. Для меня совершенно естественно, время порождающее вещи с пространством. Но вещи порождаются, понимаешь? Вещи порождаются. Если мы переходим к этой самой микрофизике, там все бурлит, там что-то порождается, сплошные события, но тем не менее, описательно это... Но у нас, если бы наш мир полностью сводился к вещам, и мы только потребовали записать вещи, то все в порядке. Но у нас есть огромное количество нечто такого, чтобы не можем свести к вещам. Ну да, так вот порождается, такой бульон порождающийся, да? Вот все что-то там бурлит, ну как мы представляем микрофизику? Так вот, дело... Если у нас событийная антология, антология, тогда мы некоторые множество событий воспринимаем как вещи, некоторые множество событий не воспринимаем как вещи, но они являются также объектами, воспринимаемыми как целое нечто. Но они не вещи. Есть некие ноуменные для нас, которые мы не воспринимаем как вещи в пространстве. Разница в чем? Что некоторые вещи бывают умопостигаемые, а некоторые бывают чувствуемые. Да, так в том-то и дело, это общее место. Вечные технологии мы вынуждены... От этого же не появляется никакой новости событий на антологии, из-за того, что вещи бывают умопостигаемые. Нет, появляется то, что одинаковое описание через множество событий. Если у нас вечная антология, то мы описываем через множество вещей что-то, а для другого описания, что не описывается пространственно, мы не знаем. Ну, казалось бы, мы любую вещь описываем через предикат, да? Предикат, вашей терминологии, это событие. И поэтому, что нового? Нет, предикат не событие. Вы пытаетесь нас убедить, но это не получается. Ну, вы говорите таким образом об антологии предикатов какого-то. Что вначале предикат, потом веришь. То есть, ну, во-первых, значит... А, потом вы хотите сказать... Уже время поджимает. Есть такое представление, что язык вообще с собой был предикатный, да? Есть такое... Я бы с людьми как-то общался. Серьезные люди. Вот такое представление есть, что язык, это не то, что вот... С этой проблемой, которую вы сейчас... С этой проблемой, которую вы сейчас... Да. прекрасно ее понимаю и множество раз уже пытался общаться действительно очень сложно понять и для того чтобы рассказать все досконально это нужно вот действительно несколько семинаров посвятить досконально и это я не уверен здесь наверное иллюзия нет иллюзия что не понимаю речь сейчас на вот это не о понимании о неких преимуществах того или иного взгляда это вполне возможно описывать событий на мир но я не уверен что это будет лучше более того мне кажется пока что это будет гораздо более сложно я объясняю один момент один пункт там их несколько пунктов по которым событийная антология дает колоссальное преимущество перед вечной антологии это проблема появления новой сложности проблема эволюционной появления новой сложности вечной вечной антологии вечной антологии современной науки и философии она формулируется как вопрос как из простых вещей получаются сложные вещи откуда сложные вещи берутся вот все же мы пришли к тем самым баран от веноминов мы вернулись с собобы теоретическим вашим представлением то есть да мы представляем ваши теоретические представления может быть они там разумные вот этоasing но не всем они нравятся кому-то нравятся но это теоретические представления не все тех нет все теоретики То есть синтетическая теория эволюции или представление, которое у нас есть о появлении новой сложности современной науки и философии, это все теоретические представления. И как мы сможем сформулировать эти теоретические представления? На вопрос, откуда берется из простого сложное, зарождается из грязи, случайно появляется, либо есть некая... В общем, можно взять вашу теорию. Нет, так в том-то и теорию, моя теория... Это укладывается в пространство сложного, но это никак не дает преимущества, опять же, событийной антологии. Так она впрямую построена, событийная антология. Сейчас я просто пытался рассказать темпоральный подход через событийную антологию. Это одно и то же. Это не одно и то же. Ну ладно, я-то знаю, что это одно и то же. Нет, это для вас одно и то же, но со стороны смотришь... Конечно, конечно, в том-то и проблема. Я же попытался провести эксперимент, подойти с другой стороны. Нет, Александр, вы понимаете, вы думаете, что вы расскажете что-то сложное, а всем другим непонятно. На самом деле, вы рассказаете достаточно простое и все понятно, как раз наоборот. И вы нам не понятно, в чем видите такую особую сложность. Вот это непонятно. На самом деле, все, что вы рассказываете, достаточно понятно, все ясно. Но, как я говорю, событийной антологией точно так же имеют грандиозные проблемы, которым вы ответить не можете. Конечно. Время для вас становится объективным. Это все как бы странности, которые вы можете ответить. Время объективно? Скажите, время объективно? Я не знаю, что это такое объективное. Ну вот, например, событие вы говорите. Что все построено событием? А что это такое? Пространство сугубо субъективное. То есть здесь есть проблема некого постулирования времени. Изначально вот что, развлечение событий. Это есть проблема, которую можно... Время и пространство внутри субъектной действительности субъектны. У каждого... В субъектной действительности, если у вас есть все построено событие, и атом построено событиях, и все во всем, что только может быть, даже субъекта нет никакого события. Значит... Значит, время объективно, по-вашему? Вопрос некорректный. Ну как некорректные события, это нечто имяное. Булат, нет. Когда говорится про вещи, знаете, как об этом ответ дается? Все субстанция. Единственный простой ответ. Все субстанция. События на субстанции. Все субстанции. На субстанции, монады. То есть вы хотите сказать, что время и субстанция это одно и то же? В вечной оптологии у нас субстанция вечная, а событийные субстанция событийная. Во-первых, вам расскажу, что в чем разница, даже с событиями и вещами тогда. Разница существенно в формировании... Если мы любую вещь можем представить как оформленную субстанцию, да? Но этим мы не исчерпаем все описание мира. Есть еще что-то в мире. Пойми. То есть в чем редукционизм и материализм стопорятся? Потому что он не может описать некие объекты, явно присутствующие в мире, те же эгрегоры, как оформленную субстанцию. А событийный подход, он может описать, что такое вещь и еще плюс, что такое живое. Я не понимаю, почему мы не можем на обычном языке предикатов описывать какие-то сложные вещи. Да, мы можем описать на языке предикатов все предикаты живое. События с нами произошло. Нет, мы возьмем живой организм и опишем все предикаты живого организма. И мы получим мертвое. Ну, давайте как-то все-таки ближе к делу. Просто, на самом деле, это противоположество вечной антологии и событийной антологии. Это ваша тема. Конечно, моя тема. Да, потому что никакого такого противопоставления, конечно, нет. Нет, оно есть, Влад. Вот вы понимаете, вы заострили некого рода различия, которые, на самом деле, если взять классическую философию, его нет. Да. В классической философии действительно говорят это. Классической... Вы заострили. И поэтому в классической философии нет решения некоторых проблем. Нет, подождите, не об этом я говорю. Никакой вечной антологии нет. Нет. Ее не называют вечной антологией, потому что она общепризнана. И событийная антология, понятие событийной антологии было введено в начале 20 века. Вильгинштейн, Уайтхитваш, Рассел, они все, может быть, об этом говорили. Но на самом деле, это просто некорректный постановок вопроса. Они, мягко говоря, в философии не разбирались. На самом деле, само заострение этой проблемы, противопоставление какой-то вечной антологии и событийной антологии, это противопоставление, ну, как сказать, такого противопоставления просто нет. Да, для вас нет. Для меня есть такие, да. Для нас нет, а в принципе ее нет. Вы понимаете, это ставить проблему, которой нет. А потом ее упорно решили. Влад, Влад, но это всегда было так, что кто-то первый ставил проблему, а раньше ее... Вы думаете, это заслуга, это наоборот, это как бы ошибка, наоборот. Это на самом деле видеть проблему там, где ее нет. И нет в принципе такой проблемы, нет. Потому что изначально любая антология, включая в себе и пространство, и время, и обязательно субстанцию. Поэтому брать как-то... С одного конца заходите, давайте как будто временность будет главной, а то вторичнее. А потом нет, давайте с другой стороны. Нет, ладно. А потом вам субстанциальность будет главная, а то вторичнее. Давайте я на это... В любом случае, любая антология ограничена. Любая антология исходит из некоторых на веру взятых посылок. И нет никакой... Это теория, или это естественная теория, это все теоретично, все, что мы говорим, теоретично. И нужно понимать, что это всегда ограничено. Но при этом, при этом нужно понимать, что с этого взгляда мы получаем такие преимущества. То есть с точки зрения этой антологии мы получаем такие-то преимущества, видим. С точки зрения этой антологии мы получаем другой взгляд, еще один, новый, который помогает нам решить другие проблемы. Никто не говорит, что мир устроен так. Нет, это не так. Это просто изначально пустое умствование. А давайте на простых, на каких-то понятиях сделаем теорию всего. И вот это вот не удается. И это давно понятно. Подождите, феноменология говорит о том, что вот есть конкретный объект, и надо его изучать конкретно. Ну хорошо. И так, как он сам выстроен. А не так, как вам кажется. Хорошо. И поэтому есть феноменология, была феноменология и нет феноменологии. Феноменология не в смысле, это Густерля, а феноменология в смысле Декарта, Гейгель и так далее. Густерля ее не придумал. Ну понятно. И что? И что? А вот она к нам дает. Это феноменология, которая занимается наука. Она не выстраивает никакие антологии, ей нам все равно. И наука нам дает ответы на вопросы? Дает нам многие ответы. И именно те ответы, которые вот воплощены в объектах конкретных, там, работают камеры, ездят машины. Вместо того, чтобы умствовать, понимаете, бесполковую. За что философов-то не любят? Что они просто сидят и три понятия придумали, и пытаются из этих трех понятий связать и создать теорию всего. За это нас они любят. А если бы мы на самом деле конкретно пытались выстроить, каждый раз, например, говорить о живом, вот теории эволюции, относительно живого, как она выстроена, одна тюрьма, взяли вещи, другая, взяли там, допустим, растение, третье, животное, четвертое, космическое, пиатрое и так далее. Улад, вы же как занимаетесь любая наука. Ну, Александр хотел что-то сказать. Да, мне бежать уже нужно. Александр, вы хотели сказать? Ну ладно. Ну я хотел сказать просто, что это совершенно разумно, один из подходов. Просто пока непонятно, чем он лучше других. Он заведомо хуже других, потому что заставляет как-то изменять свой язык. И непонятно ради чего, извините. Вот когда я написал небольшую там критику на вашу работу, там уже много лет назад, помните, да, Джаджи? Ну, нанофрагментом какой-то чего-то, да. Потому что не на... Вот же я от этого не открещиваюсь. Я же прочитал там, там, по крайней мере, пробежался, попытался вникнуть. И у меня четкое впечатление, и оно не пропало, все это один к одному матрицу. Это вот та же самая матрица. Это вот все ваши номеры, вот эти пространства, то есть временные распределенные объекты, это просто вот верхние программеры. Понимаете, это же можно, вот я могу описать вашу теорию вот таких терминов, верхних программеров, которые составляют программу для матрицы, да, которая развивается по своим законам, заложенным программерами. Но это как бы искусственный интеллект, он сам по себе, программеры смотрят, ага, как это интересно. И они креатив черпают, то есть верхний этаж черпает креатив из нижнего. И вот эти два этажа, они взаимосвязаны, потому что верхние развиваются благодаря своему моделированию. Они изменяют программку, запускают, да. Но почему жизнь такая кривая-то у нас тут? А потому что вот программка-то идеально ими была задумана. А надо ее, как-то программисты говорят, чтобы работала вот она на железе, на данном. Это-то уже запущенная программа в матрице. То есть вы имеете в виду того, что вечная запущенная, а не вечная, событийная. Так вот, Александр, вы... Один к одному, матрица. Матрица, матрица. 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 Если на нижнем уровне рассмотреть, это событийная антология, не вечная. То есть есть некий поток программный. Вся ваша теория – это матрица. 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 Но только... Давайте сделаем еще один секундар по матрице. Вот. Но только... Чистая матрица. С совершенно... Там, ну, с терминологией. Нет. А в матрице не всем нравится жить. Вот в чем дело-то. Почему я... Ну, это же не проблема. Вот почему я о матрице завел разговор. Не потому, что она мне нравится, а потому, что не хочется в ней жить. Кругом. Да, ну, в какой-то мир дан такой уж. Да. Продолжение следует...